Продолжаем наш прямой эфир. Сейчас будем говорить о жилищном вопросе. Вы знаете, все последние годы у нас развивалась ипотека во всех ее видах. Семейная, льготная, дальневосточная, для молодых семей, с использованием или без использования материнского капитала и так далее. Вот совсем недавно у нас появилась еще ипотека для жителей арктических регионов под небольшой процент. Большое внимание этому уделяется на самом высшем уровне. Доля собственников квадратных метров в экономике нашей страны росла десятилетиями, продолжает расти. Люди решают свой же личный вопрос. Казалось бы, хорошо. Но сегодня одним из самых острых становится еще и вопрос рабочих рук в самых разных регионах. Сейчас, по некоторым подсчетам, у нас не хватает почти 5 миллионов специалистов. На нехватку персонала, если посмотреть по сферам экономики, сетуют почти все отечественные производители. Громче всех, надо сказать, жалуются в инженерных и аграрной сфере, в химической промышленности, в медицине. Ну и, конечно же, войти. Мы все слышали про эти несколько миллионов айтишников, которых не хватает нашей экономики. Понятно, что покупать квартиру или дом всякий раз, когда ты меняешь место работы вместе с местом жительства, местом проживания, ну, наверное, не всегда есть смысл. А вот жилья и каких-то приличных условий, без жилья и каких-то приличных условий уже, вы знаете, даже иностранные рабочие, иммигранты не всегда соглашаются работать. Не всегда соглашаются на такие условия. В прежней экономической модели было у нас и социальное жилье, и ведомственное, и при предприятиях, организациях были общежития какие-то. Однако в наше время это уже казалась такая забытая форма взаимодействия работодателя и сотрудников. Казалось, даже забытая окончательно. И вдруг государство принимает решение о выделении средств на арендное жилье для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь об этом зашла вот совсем недавно во время встречи президента с участниками форума «Все для победы». Давайте посмотрим, как это было. Приходит ко мне совсем молодой рабочий. Он только пришел, только вливается в коллектив и не готов еще покупать жилье и по зарплате, и нет еще средств. Возможно сделать фонд арендного жилья, чтобы можно было работникам ОПК арендовать это жилье за умеренную плату, чтобы пока втягиваться в процесс, пока проходит обучение. И просто набирается опыта производства. Что касается арендного жилья, я ровно об этом говорил, по-моему, в прошлом году, в феврале прошлого года, в послании. И мы начали это делать уже. Вот в 2024 году выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение и предоставление, точнее даже, арендного жилья и на субсидирование расходов на оплату этого арендного жилья. Мы, если, дай бог помните, где-то полтора миллиарда рублей выделили на эти цели для системы ОПК. И рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тысяч человек. В том числе, конечно, и сотрудников вашего предприятия. Давайте посмотрим на то, как решается эта проблема в разных регионах. Во Владивостоке заселили первые дома, где арендовать квартиру можно в несколько раз дешевле, чем это предлагает рынок. 42 квартиры в этом доме выделили молодым специалистам, учителям, врачам, сотрудникам оборонных предприятий, о которых тоже в разговоре с президентом шла речь, участникам СВО. Стоимость аренды в этом доме приблизительно 10 тысяч рублей в месяц. Я подходила под категорию молодой специалист, так как после окончания вуза этим летом я устроилась в государственную школу по своей специальности в первый раз. В основном люди моего возраста снимают квартиры от 20 до 30 тысяч. За такую стоимость в Владивостоке можно себе позволить в основном только либо хрущевку, либо гостинку. Первый арендный дом сдали и в Анадыре. Ключи от квартир получили семьи учителей и врачей. В самый северный регион эти семьи переехали несколько лет назад из Калмыкии. В квартирах уже сделан ремонт, там есть мебель, есть необходимая бытовая техника. Ну и стоимость аренды там тоже такая сносная от 15 тысяч рублей в месяц. Учитывая то, что в нашем городе сложная обстановка со съемом жилья, недостаточно арендного съемного жилья, это большая огромная возможность для специалистов иметь вот такое комфортабельное жилье. Заезжай, живи. Все есть необходимое для комфортного проживания. Найти квартиру очень сложно, и это дорого, очень дорого. Поэтому это очень большая поддержка на специалистов Чикотского автономного округа. Уважаемые зрители, мы сейчас подключим экспертов к нашему разговору, но очень интересно и ваше мнение тоже узнать. Как вот вы считаете, нужно ли нам вот такое вот доступное арендное жилье, для того, чтобы как-то стимулировать мобильность трудовых ресурсов? Наверное, так это называется в экономической науке. Или не так, сейчас уточним у нашего собеседника. На связи с нами сейчас доцент департамента страхования и экономики социальной сферы, кандидат экономических наук Андрей Чернявский. Андрей Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Павлович, фонд арендного жилья, вот как вы считаете, это что-то из нашей практики у нас уже такое было? Мы что вспоминаем? Советское государственное жилье? Или может быть дореволюционные доходные дома? На какую модель вот то, что сейчас обсуждается, больше похоже? Я бы считал, что это дореволюционная практика. Наверное, все новое это хорошо забытое старое. Такие доходные дома, вообще идея, надо сказать, что очень хорошая, на мой взгляд, очень здравая. И до революции доходные дома, собственно, были очень широко развиты в дореволюционной России. До 96%. Вот мы с коллегами посмотрели, до 96% всего жилья, которое строилось и сдавалось. Мы имеем в виду, прежде всего, каменные дома в наших столицах, в Москве и в Санкт-Петербурге. Было не что иное, как доходные дома. Причем, вот мало кто знает, но если мы пройдемся по центру не только столиц, но и других городов, мы обнаружим, что первые этажи, как правило, это магазины. Второй, третий этаж, это богато украшенные фасады. И там располагались уже арендные комнаты, но это большие. От трех до шести комнат в таких квартирах располагалось. И верхние этажи, они уже заселялись, как правило, очень плотно и тесно. Иногда доходило до того, что спали, так скажем, по очереди. То есть в две-три смены. То есть там уже жили рабочие. Андрей Павлович, а почему вы считаете, что это ближе все-таки к дореволюционным практикам, а не к советским? Ведь там тоже, в общем, в принципе, в дореволюционной практике там была совершенно коммерческая стоимость такой аренды. В советское время она более такая была социальная, доступная. Сейчас, я так понимаю, тоже все-таки социальная направленность очень важна в обсуждении этой темы? Сто процентов. Социальная направленность – это, наверное, самая главная цель, которая преследуется реализацией, в том числе тех программ, о которых сказали вы. Это и строительство 10 тысяч квартир в Дальневосточном федеральном округе, аренды квартир. По стоимости, ну вот, однокомнатная квартира, действительно, это 10 тысяч рублей, площадью 38 квадратных метров, и двухкомнатная – это 15 тысяч рублей. Это, конечно, несколько раз ниже рынка. Соответственно, это очень большая помощь уважаемым и педагогам, про которых говорили, ну и другим профессиям, рабочим, высококвалифицированным. То есть тем людям, в которых прежде всего нуждается экономика, чтобы эти люди приезжали в данные конкретные регионы и там закреплялись, что не менее важно. Да, если есть возможность и была возможность во времена СССР, что это или бесплатно было, или какие-то небольшие деньги, это здорово. Ну вот, наверное, касаясь еще раз до революционного времени, стоило где-то порядка комнаты, стоило порядка от 40 до 80 рублей, что соответствует на текущий момент где-то стоимости от 40 до 80 тысяч. Это мы говорим про Москву, и Москва при этом не была лидером по стоимости арендного жилья среди других городов Российской империи. А как вы считаете, а кто может быть, так скажем, оператором этой деятельности? Это должен быть какой-то специальный фонд создан, там, не знаю, государственный или на уровне регионов, там может быть ведомство какое-то? Или это все на более таком среднем уровне? Муниципалитеты какие-то? Как это должно выглядеть? Дело в том, что уже есть понятная структура, прозрачная конструкция, во главе которой стоит Дом РФ, который реализует программу арендного жилья по поручению президента. И является, скажем так, самым главным оператором реализации этой программы. Мы говорим именно про институциональную аренду, то есть аренду чистую, белую, прозрачную. Напомню, у нас сейчас порядка 90% жилья, которое сдается, оно сдается, что называется, в серую. Далее в регионах создаются свои региональные операторы, они учреждаются, как правило, администрациями субъектов регионов. И происходит субсидирование такой вот арендной платы, строятся дома, Дом РФ выкупает эти дома, и Дом РФ уже субсидируют регионы и субсидируют оплату аренды, субсидируются за счет федерального бюджета. Там примерно по трети. И треть платит еще гражданину. Но на горизонте десятилетнего срока доля гражданина вырастает до 70%, а доля федеральной поддержки уменьшается. Вот пока конструкция такая. У нас есть звонок из Красноярска. Давайте послушаем нашу зрительницу Алену. Алена, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый день. Я хотела прокомментировать сегодня очень актуальную тему. Я медсестра, мне 30 лет. Я профессионал в своей сфере. За буквально несколько лет я объездила уже практически по в России. Я выбираю те места, где мне предоставляет работодатель жилье. Это как государство, так и частное. Для себя я выбираю зарплату, жилье, плюс еще могу посмотреть регион, новый коллектив, новые знакомства. Для работодателя какие идут плюсы. То есть я от него завишу в плане жилья. Я постоянно мобильна, то есть я постоянно на работе. Он получает абсолютно хорошего себе сотрудника. То есть я хочу прокомментировать, что работодателям нужно однозначно искать какое-то жилье и приглашать сотрудников себе на место. И такая практика среди медицинских работников существует уже так же несколько лет. Алена, а расскажите, а как вы информацию эту ищете? Вот где, как вы получаете эту информацию? На всех сайтах, которые предоставляет работодатель. Рекламу я не могу уже дать в эфир. Все сайты созваниваешься, жилье предоставляют, да, пожалуйста, подъезжайте. Ну и пока вот до сих пор, вот вы сколько лет уже этой практикой пользуетесь, так скажем? Три года. И вас пока вот все по условиям устраивает. Вы приезжаете везде, все чистенько, аккуратненько, приличненько, в хорошем месте, удобно. Всякие были условия. Приезжаешь с сумкой, с чемоданом, обосновываешься, покупаешь что-то, потом также уезжаешь. В общем, это намного интереснее, чем приехать и на одном месте 10, 20, 30 лет сидеть. А работодателю еще большой плюс в том, что приезжают очень разные специалисты с разных школ, с разных школ, институтов, училищ. И поэтому они тоже вносят в коллектив какие-то свои интересные изменения. Кто-то поработал в Москве, кто-то поработал в Питере, кто-то на Камчатке. То есть, собственно, эта практика по вашему общению, она в разных регионах существует и действует, да? Она сейчас такая актуальна, именно среди нас, среди молодежи. А вы вообще не оплачиваете никакие издержки за жилье? Или все-таки что-то платите? Ситуации всякие были. К идее какая-то определенная сумма была, комната с подселением в квартире. Ну, единственное, что, конечно, стараемся жить, чтобы один человек был помнить. Понятно. Спасибо большое, Алена. Очень интересно мы с вами пообщались. Вот, оказывается, работает, но все-таки, я так понимаю, это не системная история, Андрей Павлович. Это вот работодатели сами пытаются, так скажем, обеспечить силу своих возможностей и условия. Да. Я, если позволите, прокомментирую. Конечно. Дело в том, что в одном из регионов, во Владимирской области, мы реализовывали такой проект. Он комплексный как раз, он системный, то, о чем вы говорите. Создавался специальный центр привлечения кадров для привлечения медиков именно в здравоохранении Владимирской области, поскольку она находится между Москвой и Нижним Новгородом, и, конечно, с кадрами плохо. За несколько лет было привлечено 500 медиков, правда, там это в основном была льготная ипотека, хотя и аренда льготная тоже была там, компенсировалась 15 тысяч рублей в месяц за наем жилья. И плюс еще льготная ипотека. Так вот, если это все грамотно выстроить с учетом релокации, помощи в релокации, в переезде, обеспечения релокационного пакета, то есть человеку надо перевезти и вещи, то есть заказывается отдельный контейнер, человека встретить, дать ему полностью отделанную и мобилированную квартиру, то здесь, если это будет сделано в масштабах государства, на мой взгляд, это будет замечательный проект, который позволит где-то избыточную рабочую силу в одних регионах компенсировать недостаток рабочей силы в других. Андрей Павлович, ну это замечательный проект, вот с точки зрения экономики, это, наверное, не оценка, а выгодно ли это государству, вот эта формула? А если человек поработал, не знаю, его вот встретили, привезли ему контейнер, а он там через месяц, через два, через полгода, бац, и уехал, это еще новое, новому оплачивая, опять издержки несет государство, ну вот с этой точки зрения, или работодатель? Да, вы знаете, не все так просто, дело в том, что когда человек приезжает и пользуется мерами бюджетной поддержки, он обязательно заключает соглашение с администрацией, либо с работодателем, ну в данном случае, например, с больницей. Медучреждением, по которому он обязуется отработать определенное количество времени, либо в данной больнице, либо в данном городе, либо в данном регионе. Это может быть и год, и два, и три, и пять, и в моей практике было до десяти лет. У нас еще один звонок из Москвы, на этот раз наша зрительница Галина. Галина, здравствуйте. 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 Это не практикуется. А что касается доходных домов и социального жилья, это должны быть совершенно разные экономические сегменты. Потому что доходные дома, они и в царской России, они были рассчитаны на состоятельную публику. Рабочие там посменно не жили вообще в таких домах. Это совершенно было другое жилье, где жили рабочие. И доходные дома все были рассчитаны на чистую так называемую публику. Там жили врачи, юристы, адвокаты и так далее. Ну понятно, это коммерческий сектор, так скажем. Это коммерческий сектор. Там должна быть оплата за жилье более высокая. А социальное жилье должно быть, ну может быть по типу европейских стран, с низкой оплатой. Но при этом нужно очень хорошо проработать юридический этот вопрос. Потому что, чтобы не случилось, что человека через полгода возьмут и выкинут на улицу. То есть должны быть взаимные обязательства. И того, кто снимает социальное жилье, и того, кто его предоставляет. Вот. Да, Галина. Должны быть взаимные обязательства. Вот моя точка зрения по этому поводу. Спасибо. Ну поэтому я, собственно, и спросила, почему вы, Андрей Павлович, обратились все-таки в первую очередь к параллели с дореволюционной коммерческой моделью, а не, так скажем, более социально ориентированной советским опытом. У нас еще Валерий из Пскова. Давайте тоже его выслушаем. Как активно зрители нам с вами звонят и очень, кстати, много пишут. Пишут, что аренда жилья государственного просто необходима. Есть мнение, что если работодатель предоставит тебе жилье на время, то ты и становишься его рабом. Муниципальное арендное жилье за свой счет сразу на 99 лет. Прекрасный вариант. Работодатели могут платить, пока сотрудник работает. Это обеспечит мобильность. Итак, наш зритель из Пскова. Валерий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Валерий, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Ну, значит, что я хочу сказать. Тут, конечно, много говорится об аренде жилья для специалистов. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Допустим, специалист приезжает куда-то на Дальний Восток или в Якутию. Я в Якутии прожил, допустим, на БАМе достаточный промежуток времени. Я знаю, что такое приехать к специалисту и во временном жилье проживать. Значит, для того, чтобы закрепить жилье за человеком, как в советское время было, необходимо строить государственное жилье и выдавать это людям, нужным специалистам. Для того, чтобы человек, работая на этом месте, знал, для чего он работает и за что он работает. Вы сами должны понимать, что если в арендном жилье специалист живет, это надо или копить, или еще что-то. Это все тяжело. Ну, так скажем, ощущение, что ты временщик в каком-то смысле, да, тяжело. Спасибо, Валерий. Андрей Павлович, так это все-таки разные такие экономические категории. Жилье государственное, жилье арендное по низкой ставке, да, социальное или как мы его назовем. Жилье доходное. Да, да, безусловно. С нюансами с какими-то. Да, вот эти разные виды жилья, они рассчитаны на разные группы населения, прежде всего по доходности. Потому что если мы возьмем обычную ипотеку, которая у нас сейчас развивается, ну, пожалуй, просто какими-то фантастическими темпами, да, выдаются миллионы кредитов в год, то вот вообще считается, что ипотека, ну, это, в общем-то, способ приобретения жилья для относительно богатых, относительно, повторюсь, тех людей, которые могут сразу заплатить первоначальный взнос, да, и потом уже платить достаточно большие ипотечные платежи. Но если бы была другая возможность, если бы действительно, как наши уважаемые зрители говорят, было бы государственное жилье, было бы ведомственное жилье, это, конечно, было бы замечательно, и, скорее всего, такое жилье предоставлялось бы, ну, по существенно более низким ценам, по существенно более низкой стоимости, и его можно было бы приобрести. У нас много наработок, когда предусматривается, что предприятие или организация приобретает за свой счет жилье, а по мере того, как сотрудник сколько лет он отрабатывает, вот пропорционально отработанному времени, с него списывается часть стоимости этого жилья. Ну, допустим, отработал 10 лет, каждый год списывается по 10%, всего списалось 100%. Вот это, наверное, тоже была бы замечательная модель, вот как раз та модель, про которую говорил наш звонивший слушатель, зритель. Спасибо. Андрей Павлович Чернявский, доцент Департамента страхования и экономики и социальной сферы, кандидат экономических наук, был у нас на связи. Очень много, друзья, от вас сообщений, весьма таких эмоциональных. Кто-то пишет, да как вам, не стыдно людей агитировать в такие вот условия. Мы говорим о нормальных, как раз о хороших условиях, которые нужно создавать мобильным трудовым кадром. Давайте пообщаемся с нашим следующим собеседником Дмитрий Огородцев, генеральный директор компании АКОПОЛ у нас на связи сейчас. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Оксана, здравствуйте. Дмитрий Николаевич, рада вас видеть. Вот помню, что один из последних наших с вами разговоров в прямом эфире был как раз о том, что вы ищете кадры на месте у себя. Вы много работаете с детьми, с подрастающим поколением, чтобы ребята вырастали и приходили к вам, получив образование, работать. Ну, хватает ли вам при такой работе, серьезной и глубокой, все-таки кадров именно на местах? Нет ли у вас необходимости привлекать из других регионов? У нас данный вопрос, так же, как во всей России, стоит достаточно остро. Вопрос не стоит только в том, чтобы просто привлечь кадры, еще нужны высококвалифицированные кадры. Вот, естественно, этот вопрос у нас тоже стоит очень остро. И здесь очень важно понимать, что это в том числе и отчасти госповестка. Поэтому очень необходимо иметь определенную модель взаимоотношений и с региональными властями, и с местными властями, для того, чтобы этот вопрос можно было решать консолидированно. В частности, в городе Дежжинск, в котором находится наш завод, этот вопрос отрабатывается совместно. То есть есть промышленники, которые отрабатывают совместно с властями вопрос того же самого маневренного фонда. Необходим маневренный фонд, куда привезти специалистов, если разместить где-то. Здесь же хотелось бы отметить вариант, каким образом можно решать вопросы с жильем для сотрудников, чтобы переходило данное жилье в собственность. У нас предприятие относительно небольшое, и строить там дом для своих сотрудников мы пока не имеем возможности отвлечь такое количество денег. Но при всем при этом существует ряд больших предприятий в городе, которым строить жилье тоже необходимо для того, чтобы привозить сотрудников. Здесь, возможно, программа некого поевого участия совместного с большим заводом строит еще небольшой бизнес. То есть вкладываясь в строительство этих домов, чтобы потом можно было этим жильем каким-то образом маневрировать. И вы пропорционально договариваетесь? Там, ребят, вот наши квартиры там столько-то, ваши квартиры это столько-то, да? Соответственно... Мы еще пока, да, вышли к этим договоренностям. Я надеюсь, что эта программа заработает. Самое главное здесь, что есть именно участие и муниципалитета, и есть участие именно областных властей. Включайтесь к этим вопросам. Дмитрий Николаевич, ну муниципалитет и областные власти, они помогают вам в чем? В согласовании, да? В ускоренном каком-то процессе ведения этой работы. А все остальное-то ведь вы до себя берете как бизнес, правильно я понимаю? Вы абсолютно справедливо это замечаете. Но дело в том, что то, что мы на себя возьмем затраты, здесь очень важно понимать, да, что такое привести сотрудника сейчас. Чтобы было понятно, есть статистика. Чтобы привести сотрудника, скажем так, привести из другого региона сотрудника, это обходится где-то в среднем в 50% его годового оклада, то есть одно рабочее место, да? То есть сам процесс поиска и адаптации этого сотрудника. И здесь же вопрос, очень правильно коллеги подмечают, что не факт, что он останется еще. И здесь важна совместная работа с муниципалитетом и с областными властями. А он куда едет, в какой город? В частности, у нас в Держинске мы поставили перед собой цель, что вот в нашем городе, ну равно как и в Нижегородской области, должно жить, стать, скажем так, престижно. А это значит безопасно, это значит перспективно, это значит дети должны иметь определенную развитую инфраструктуру, куда ребятишки будут ходить в школы, там, где учиться в институтах. И должно быть еще интересно. То есть регион должен стать престижным. И здесь вот очень важно, чтобы подключались как раз власти и городские власти, и областные, и областное правительство. Нас, скажем так, в этом плане поддерживают. Второй момент. Должны появляться интересные предприятия. И, соответственно, регион должен стать инвест-привлекательным. Для этого, опять же, в Нижегородской области существует у нас корпорация развития, за что им огромное спасибо. И регион достаточно высокую имеет степень привлекательности инвестиционной. Очень много проектов сейчас интересных. Это правда. Это на самом деле регион один из лидеров в нашей стране. Наряду с Москвой, Петербургом и Татарстаном. Мы это помним по нашему дню региона, который мы делали специальный проект в эфире. Мы, в том числе, там с вами и познакомились в рамках этого проекта. Дмитрий Николаевич, но все-таки, если на ваш уровень, так скажем, опуститься, у вас своя какая-то статистика есть по тому, активно ли едут к вам люди, охотно ли едут, какие условия вы до сих пор, вы говорите, пока эти договоренности, вы только к ним подошли. А прежде, вот вы сейчас как решаете? Как вы размещаете людей, которые к вам приезжают из других регионов? В чем вы им помогаете? А в чем помочь не можете? Оксана, давайте я вам отвечу на вопрос в двух частях, с вашего позволения. Давайте. Мы начнем с того, что я как человек от земли, от сахи, я прекрасно понимаю, что в первую очередь нужно рассчитывать самому на себя. И, скажем так, возглавляя ассоциацию промышленников, я очень рад тому, что я нахожу в своих коллегах понимание, и нужно рассчитывать в первую очередь на самих себя. Можно сколько угодно уповать то, что нам должны помогать, нам помогают. Но ведь и мы должны не оставаться в стране. Поэтому какого бы специалиста ты не привез, какие бы условия ты ему не создал, и какую бы зарплату ты ему не начал платить, это не значит, что специалист, придя в команду, в которой есть негатив, где отсутствует как таковой настойчивость, наставничество, элементарно, план вхождения в должность любого специалиста должен быть комфортен для него, в первую очередь. И здесь очень важно понимать, что здесь от нас самих все зависит, каким образом мы принимаем и адаптируем у себя сотрудников. Это первое. Второе. То, что, как вы говорите, мы подошли, вторая часть ответа на вопрос, то, что мы подошли к этим договоренностям, в этом очень большая заслуга команды Ивана Носкова, главы города Держинск. Почему? Потому что здесь только вот именно в этой спайке мы смогли выйти действительно на предприятие, которое является у нас апологетным, там тот же самый завод Свердлово, Свердлово, прошу прощения. Им надо тоже решать вопросы с кадрами, и один из вопросов, это как раз вопрос маневренного фонда. А здесь очень важно понимать, как работает эта структура в часть того, что предприятие все-таки большое, это было там в губ, и надо понимать законы. А кто нам эти расшифровки может дать по этим законам? Я правильно понимаю, что... Если каждый будет делать это по отдельности, это будет очень долго. Я правильно понимаю, что привычка рассчитывать на себя означает, что, собственно говоря, вы пока какой-то особой помощи не оказываете тем специалистам, которые приезжают к вам работать. Я просто, знаете, почему об этом спрашиваю? Потому что я вот сама несколько раз переезжала, переезжала с семьей каждый раз. Я знаю, что это огромные сдержки, и где-то полтора года минимум ты входишь в нормальный какой-то режим финансовый, когда ты выплываешь. Правда, потому что приходится решать, это я, может быть, еще так смягчила, потому что приходится решать огромное количество вопросов. Здесь, здесь, по детям, по своим перемещениям, по своим, как обустроиться, что и как перемещаться. Я поэтому и спрашиваю, означает ли это привычка рассчитывать на себя, что вы пока, в общем, как-то, ну, финансово не помогаете сотрудникам? Ну, давайте начнем с того, что является помощью. То, что мы компенсируем стоимость жилья человека, который переезжает. А, это уже помощь. Это помощь, это помощь. Второй момент, то, о чем говорили, когда за 10 лет сотрудник должен выкупить квартиру. Это как раз та программа, над которой мы сейчас работаем, для того, чтобы иметь возможность... Ну, это перспектива пока. Вот, третий момент. У нас есть специалисты, которые переезжают к нам из-за того, что у нас в городе находится один из известнейших вузов, который готовит специалистов-химиков, да, это наш политехнический университет. И мы бесплатно обучаем людей здесь. Здесь, кажется, для себя выбирать, что для него важнее. Новая кастрюля в новой квартире или уровень образования, который позволяет ему заработать на эту квартиру. Дмитрий Николаевич, без кастрюля не будет борща. Без борща не будет семьи. Без семьи, знаете, некоторые не поедут никуда работать. Ну, хорошо, спасибо, что рассказали о вашей перспективной договоренности. Давайте мы вместе посмотрим, как будет этот проект развиваться на самом деле. Очень хотелось бы, чтобы все взлетело и у вас получилось. Спасибо. Спасибо. Это был Дмитрий Огородцев, генеральный директор компании «Окопол». На связи с нами. Друзья, мы продолжаем разговор. Сейчас поговорим с вами о ценах. О ценах. В общем, у нас много было с вами различных сложностей в прошлом году. И вот ФАС предложил новую формулу, по которой предлагает рассчитывать обоснованность или необоснованность цен. Оставайтесь с нами.